Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В этом видео я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И сегодня мое видео будет посвящено вопросу, на который мне достаточно часто приходится отвечать в комментариях и в личной переписке с моими подписчиками. Вопрос этот звучит так. Что нужно успеть сделать в России до поездки в Германию? Ну или давайте его перефразируем несколько иначе. Что я бы вам посоветовала успеть сделать в стране вашего исхода до переезда на ПМЖ в Германию? В этом видео мы не будем с вами говорить о таких очевидных вещах, как, например, необходимо сдать языковой экзамен на уровень А1 или Б1. В зависимости от того, на какой параграф вы претендуете, необходимо надлежащим образом оформить все документы, оформить визу, для того, чтобы вы могли переехать в Германию. В этом видео я буду вам говорить о том, что бы я сделала, уже исходя из нашего опыта жизни здесь, в Германии, до того, как переехать в Германию. Если вам интересно данное видео, оставайтесь со мной. И прежде чем я перейду к советам, хотелось бы сказать относительно моего предыдущего видео по теме апостелирования документов. Вы знаете, что все свои видео я снимаю, исходя из нашего личного опыта жизни в Германии и переезда в Германию. И так получилось, что с нас никто не требовал в обязательном порядке ставить апостели на какие-либо документы. Мы их ставили для того, чтобы муж мог трудоустроиться в любой земле Германии как врач и далее уже подтверждать свой диплом. Но как только я сказала, что это делать не обязательно для поздних переселенцев, вы стали мне писать в комментариях, что с вас требуют ставить апостели в обязательном порядке. Поэтому давайте договоримся так. Вопросы апостелирования уточняйте, пожалуйста, в консульстве, уточняйте в ВФА. Естественно, если вам из Фридланда приходит письмо, что для получения вызова необходимо наличие апостелей, естественно, вы должны их сделать, несмотря на то, что я вам там сказала, что с нас их не требовали. Если вам в консульстве говорят, что для того, чтобы вы могли переехать в Германию как поздний переселенец, необходимо наличие апостелей, ну, опять же, естественно, вы должны их сделать, несмотря ни на что. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего видео. Что же я вам могу посоветовать сделать до переезда в Германию из страны вашего исхода? Первое, что я бы вам посоветовала, это на всякий случай от греха подальше закрыть свои банковские счета в России. Поверьте мне, если вы планируете переезжать в Германию на ПМЖ, не очень-то вам и понадобятся эти российские счета. Ну, сами посудите, для чего. Даже если вы поедете в Россию или в Казахстан, в страну вашего исхода, то у вас будут евро на руках, которые вы сможете пересчитать в валюту вашей страны, куда вы приедете. И эти банковские счета, по сути, вам не нужны. Следующий мой совет, это на всякий случай, если вы чувствуете, что вам это может понадобиться, и вам это может помочь решить какие-то вопросы, когда вы уже будете находиться в Германии, есть такие ситуации, то я бы все-таки советовала оформить доверенность на лицо, которому, естественно, вы доверяете, для того, чтобы данное лицо могло решать какие-то ваши финансовые, юридические вопросы. Следующий совет. Вы знаете, что в Германии все услуги стоят очень дорого. Поэтому вот то, что вы можете сделать в стране вашего исхода, советую вам сделать. Как, например, я бы советовала вам сделать хотя бы несколько, ну, штуки три минимум, цветные фотографии размером 3х4. Эти фотографии вам могут понадобиться, например, для оформления медицинской карточки вашей. страховой. Для прав. На правах тоже есть ваша фотография. Для разрешения на пребывание в Германии или на паспорт. Когда вы сдаете документы, вы также должны предоставлять свою цветную фотографию. Помимо этого, мне бы хотелось верить, что большинство из нас стремятся рано или поздно найти здесь свою работу в Германии, поэтому потребуется фотография на резюме. О том, какие требования предъявляются к фотографиям, которые вы размещаете в резюме, я уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылочку обязательно оставлю внизу. Так вот, советую вам сделать такую фотографию, потому что здесь фотография на резюме – это целый бизнес, и стоит это будет недешево. Гораздо дешевле вам обойдется сделать такую фотографию в стране вашего исхода. Далее, что бы я еще могла вам посоветовать? Я очень вам рекомендую посетить стоматолога. Да, здесь некоторые услуги стоматолога вы можете получить по вашей медицинской страховке, но, например, если вам потребуется поставить пломбу, то бесплатно вам поставят только серую пломбу. И я думаю, что дешевле поставить хорошие пломбы будет вам в вашей стране, откуда вы переезжаете в Германию. Женщинам, а может быть и не только женщинам, я бы посоветовала все услуги косметические, к которым вы привыкли, для того, чтобы красиво выглядеть так, как вам бы того хотелось. Пройдите, успейте это все сделать еще в стране вашего исхода. Здесь это будет намного дороже. И, кроме того, нужно постараться найти мастера, который вас устроит. Я знаю, что найти своего мастера не так легко даже в стране исхода. Что уж говорить о том, когда мы переезжаем в Германию, мы еще не слишком хорошо знаем немецкий язык, и придется искать своего мастера методом проб и ошибок. Поэтому, чтобы выглядеть так, как вам бы того хотелось, ну, хотя бы первое время, я бы все-таки советовала посетить всех своих мастеров в индустрии красоты еще в стране вашего исхода. Также я все-таки советую вам приобрести лекарства на первое время. Какие лекарства везли мы с собой, я также рассказывала в одном из своих видео. Ссылочку на это видео я оставлю внизу под этим видео. Почему же я советую вам все-таки привезти с собой лекарства на первое время, если здесь их можно получить бесплатно или не так уж и дорого? Дело в том, что, когда, например, у вас поднимается температура, вы ужасно себя чувствуете, то не всегда врач находится поблизости от вас. Вас могут распределить в какую-то маленькую деревушку, из которой для того, чтобы добраться до врача, потребуется время. И вам будет гораздо легче, если вы себе снизите температуру и потом поедете к врачу. Ну, как один из вариантов. Или, например, у вас какое-то сильное отравление, просто что вы не можете выйти из дома. И для того, чтобы облегчить себе вот это вот все дело, вы можете воспользоваться лекарствами, которые вы привезли из своей страны, из своего города. То есть, именно говорю вам о лекарствах на первое время и о лекарствах, которые, ну, скажем так, помогут вам добраться до врача. Если у вас есть дети, то для детей тоже составьте небольшую аптечку. Сейчас, когда мы ездили в Россию, меня одна подписчица из нашего города, из Омска, очень просила о встрече, и ее крайне расстроило отсутствие противовирусных препаратов. Так вот, я хочу подчеркнуть, что здесь, в Германии, противовирусные препараты не используются, ввиду того, что не доказана их эффективность, не доказано их действие. И поэтому для многих из нас, когда мы приезжаем в Германию, привыкли, что вот мы только начинаем заболевать, пусть это будет грипп или какое-то просто вирусное другое заболевание, нам нужно сразу что-то принять, и нам доктор, допустим, этого не выписывает, как так. Нужно смириться с тем, что здесь этого нету, и целая нация, целая страна живет без этих противовирусных препаратов, и все у всех хорошо. Поэтому паниковать не стоит. Если вы хотите, возьмите с собой противовирусные препараты, но когда-то они у вас закончатся, и имейте в виду, что купить их здесь вам будет негде. Ну и еще один совет, наверное, очень приятный, и в то же время очень эмоциональный, это, конечно же, успейте встретиться со всеми своими друзьями, родными, близкими, с теми, кто вам дорог. Потому что когда у вас появится возможность в следующий раз их всех увидеть, не знает никто. Может, пройдет год, может, два, может, три, а некоторые приезжают в страну своего исхода в гости только спустя, например, 10 лет. Естественно, сейчас в достаточной мере развитый интернет и телефон, и вы можете со всеми общаться, но живое общение с глазу на глаз, оно всегда теплее, эмоциональнее и приятнее. Вот такой список советов у меня получился вам, как говорится, на дорожку. Надеюсь, что-то вам пригодится, возможно, что-то вы упустили из виду, и я вам помогла обратить на это внимание. Задавайте еще свои вопросы, буду с радостью стараться на них отвечать, но я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого наилучшего. Уверена, что все будет хорошо. До новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok